Так вот, оппозиция считает, что все это спектакль. По моему мнению, это не спектакль. Вот, по моему мнению, не спектакль. Это хорошо подготовлено со стороны самого Такаева. Вполне себе, пусть и осторожны, кто-то считает слишком осторожны, но обозначенная позиция для чего. Во-первых, вы, кстати, заметили, что вела дискуссию вот эта, Чучхелла моя, Зимоняна, которую муженек буквально за несколько недель до этого оскорблял к 9 мая казахов, которые не проводили парад. Помните, было так? Киосаяна, мы это на вазе. Киосаян, да, Киосаян. Вы же понимаете, кто ее пригласил моделировать дискуссию? Это как собака для Меркель, так это, значит, Симонян для Такаева. Но только злая собака. Злая собака. Показать его место Такаеву. Вот сейчас мы посадим бабу этого, товарища, и ты будешь сидеть и будешь с ней разговаривать. Я вас уверяю, в Кремле именно так и рассуждали. Мы его унизим. Ну как же, вот же была дискуссия, он Киосаян. Мне понравился, значит, Киосаян. Ну, будем считать, он армянин, хотя из него армянин, как из меня, якута, понимаете. Значит, указывает казахам, как им себя вести с русскими. А кто ты такой вообще? Что ты вообще взял на себя эту миссию? Реакция была предельно болезненна. Там комментировали все, кому не лень в Казахстане, да. И вдруг он приезжает, и его, значит, благоверная, так называемая, сидит и модерирует дискуссию с его участием. Вот скажите, как, в принципе, это должно было выглядеть? Для президента Такаева. Он же не какой-то там Вася Пряник какой-то с района. Это же настоящий президент. Ну, конечно, это добавило перца в дискуссию. И это добавило, так сказать, обозначение всей этой жесткой позиции страны Такаева. И я считаю, что единственное, чего является главным аргументом, почему это не спектакль договоренностей с Путиным, потому что, если бы это действительно обговаривали, то он бы не согласился выглядеть столь глупо, да еще в присутствии, значит, модерирующей дискуссию в зеленом, это его, это, Симонет. Он бы не согласился. И потом, так сказать, видите как, Путин бы тоже, зачем это ему выслушивать такое в своем присутствии? Ну, заочно где-то давай там, скажи, а в его присутствии вдруг ему в лицо говорят, да ерунда все твои эти операции, понимаете как, это все нарушение международного права. Что сказал Такаев, который работает в ООН? Что есть два конкурирующих принципа? Территориальная целостность и право национальное самоопределение. На самом деле, давно уже человечество определилось. Территориальная незыблемость границ, это более важный принцип на самом деле. Потому что, конечно, из него бывают изъятия по части права нации на самоопределение, но вы же понимаете, насколько зибким является понимание нации в современных условиях. И он ему прямо-впрямую сказал, что нет, эту политику мы не поддерживаем, мы выступаем против нее. Право нации на самоопределение, оно происходит за угодой всех сторон, а не когда это решила одна, вообще третья умовная сторона. И еще одно вопрос, что произошло из ваших эфиров с Арестовичем, там часто якийсь потом хайп з'является и хвилей, значит, обговорения. Так. И тут, нижданно, ни гаданно, звідки не чекали, ЛГБТ-спільнота оборвалась тем, что он, значит, да, Арестович сказав, что ЛГБТ-спільнота – это люди с отхиленем. А кто так сказал? Он, по-моему, мне ничего такого не говорил. Ну, я сейчас цитатую его не зберегла, но, сколько я помню, недослевно, он сказал, что они люди с отхиленем, и он им, как бы, співчувает. Но, ну, да, ця фраза была не миспринята, зацитована в негативном освещении, и, значит, ЛГБТ-спільнота каже, что это Арестович, человек с отхиленем, соответственно, как тут не заплутаться, кто с отхиленем, и кому из них співчуваете вы? Слушайте, во-первых, Арестович, он, по-моему, все время прикалывается вот в таких темах, он на них серьезно не говорит. Посмотрите, его Фейсбук или Твиттер, Телеграм, он повторяет там посты, там все время они какие-то такой с начинкой иронической, понимаете? Он не говорит об этом слишком серьезно, но он позволяет себе иронию, поэтому, по-моему, часто его воспринимают вот в таких темах чересчур серьезно, да, потому что, ну, он человек ироничный, он там с умом ироничный человек, поэтому... Что касается ЛГБТ, ну, честно признаюсь, я никакого отношения к ЛГБТ не имею, ничего против не имею, но мне кажется, просто эти темы мы не затрагиваем, они нас не касаются никак, потому что сейчас идет война, вообще ни до чего. Это не значит, что кто-то не там считает нужным сейчас это обсуждать, просто, ну, сейчас просто другая ситуация. Я, например, безразлично отношусь к ЛГБТ, абсолютно безразлично. А у Арестовича, он ради прикола, смотрите, он женщин играл, понимаете? Он же такой, он же, ну, с него останется, он мог там сыграть что-нибудь такое, поэтому, честно говоря, я с трудом себе представляю, что ЛГБТ, значит, он даже не побрился, посмотрите, он женщину играет, надо было как-то его, это... Не знаю, ну, я не буду это обсуждать в эфире у себя, потому что у нас не до того, мы войну обсуждаем, представляете, ЛГБТ. Да, 100%. Я, даруйте, неправильно сказала, що це було у вас в эфирі, це було в эфирі школи мышления Пірон. Так, він це сказав, але вас запитимо, оскільки це ваш коллега, ну, який так щодня з вами спілкується. Відповідно, цитату все ж таки дам, щоб ми коректними були. Він сказав, я багато разів казав, і не буду приховувати до ЛГБТ, я ставлюся, як до людей із девіацією, тобто з відхиленнями від норм поведінки. Я в цьому сенсі консерватор, але я точно проти їхнього переслідування. Ну, отак він висловився, так. Ну, але це одне з багатьох, що зараз арестовуючу дорікають. Можна тоді, знаєте, ваше коротеньке резюме про нього, про ваші бесіди, чому ви так його дійсно обрали для себе одним з ключових спікерів, тому що бачите, скільки зараз на нього хейту, ну, і, можливо, іноді справедливого. Смотрите, так, ну, він і має бути таким, взагалі, громадводом з точки зору власні, він же совєтник на співробітніх початках, він там був, потім уходив, якщо його пам'ятати, і так далі. Що касається Арестовичу, я з ним особисто ніколи не зустрічався. Ми з ним особисто ніколи не зустрічались, непосередньо, фізично. Я з ним робив програму ще до війни. За год, по-моєму, до війни ми почали робити ефір з Арестовичем. Просто так случилось, да? Он у мене уставав в ефирах, ми вместе делали с Пянтковским с ним ефир, ми делали, по-моєму, с Иларионовым, с его участием в ефир. Я считаю, что Арестович очень умный человек, человек патриотичный. То есть, он, вне всяких сомнений, когда его ставят под сомнение в связи с его там отдельными заявлениями о большой культуре, малой культуре, мне кажется, не там акценты расставляют. На самом деле, он такой же украинец, как и все, ну, я не знаю, чем он выдающийся, как украинец. Он такой же, как все. Украинец такой же, как, не знаю, вы или, там, президент Зеленский. Он часто провоцирует аудиторию. Такое, видимо, тоже бывает. Это мы говорим о его качествах, как интеллектуала там, да? Что касается передачи, это же случайно получилось-то, понимаете? Люди нуждались, они боялись быстрого поражения и жути, которую несла с собой оккупационная армия. И должен был все-таки, если не в нашем лице, но в другом каком-то виде, но возникнуть какой-то анальгетик для того, чтобы люди, как одомашнить смерть, не пугать их войной, а наоборот смирить их с этим. Мне кажется, Арестович выполнил именно эту функцию. Почему это произошло именно у меня? Например, в эфирах других каналов, он же его столько не смотрит, правда, в таких количествах люди хотят иметь фиксированное время, где они хотят видеть Арестовича, меня именно на этом канале. Ну, наверное, потому что у этого есть еще то объяснение, что доверие. Есть доверие в отношении меня, поскольку здесь нет никакого ни двойного, ни тройного дна, хотя меня тут тоже хейтят страшно, но это обычное дело, это нормально. Но доверие – это очень важная штуковина. Если бы в 8 лет я не защищал украинских политзаключенных, ну, до момента лишения меня статуса адвокатского, если бы я не говорил одно и то же, вот, извините, я из тех людей, которые в 8 лет всегда говорил одно и то же, будет война, они хотят уничтожить украинскую нацию. Почему? Потому что я знаю этих людоедов, я с ними борюсь, так сказать, в родной России уже десятилетиями. А вот если бы моя позиция менялась, она не менялась никогда, вот мое интервью любое возьми, год назад, 2, 5, 10, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Все говорят, что Фейгин – идиот, потому что он одно и то же говорит. А вот теперь, когда 24 февраля такое случилось, то вот эта площадка, которую я лицетворяю, «Фейгин лайф», она вот заслужила особое доверие, потому что слишком принципиально. А это нужно во время войны. Там нельзя по окопам бегать туда-сюда. Ведь много же было всяких людей, которые говорили, что только придурки считают, что Россия нападет на Украину. Были такие? Все вважали, что Россия не нападет, потому что это здавалось божевиллям, просто с точки зрения логики. А были те, кто ангажированные были. Так вот, людям важно доверять тем, кто в своих принципах, своих прогнозах, своих заявлениях оставался всегда последовательным. Но Арестович, у кого как, видите, а кто-то ему симпатизирует, вот женщины ему симпатизируют. Ну что делать? Ну, тоже и так тоже. А почему? Как говорится, из какого цвета растут? Сора, помните, как сказала Ахматова? Так и тут. Я на захист все-таки скажу, просто тут варто визнать не только женщин, но и человек. И есть у него своя аудитория, и есть те, за счет чего им интересно почути, но есть те моменты, где он заграется и справедливо получает на эту реакцию. И это одночасно, это просто звичайная реальность звичайной людини.